Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и мы продолжаем с вами чтение книги Откровения Иоанна Богослова. Мы продолжаем с вами чтение Апокалипсиса. И сегодня я предлагаю нам обратить свой взор на 9 главу стихи с 13 по 21. То есть мы сегодня закончим чтение 9 главы. И вот как звучит сегодняшний отрывок в русском синодальном переводе. Шестой ангел вострубил. И я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу. «Освободи четырех ангелов, связанных при Великой реке Ефрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня дыма и серы, выходящих из арта, их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих. Так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение книги Откровения Иоанна Богослова. Интересный отрывок. И хочу этим чтением апокалипсиса прежде всего настроить вас на правильное понимание текста Священного Писания. Ни поверхностное, ни обывательское. И когда мы читаем апокалипсис, и в принципе любая литература такого эсхатологического характера, она привлекает рядового, скажем так, читателя своей образностью, своей какой-то мистичностью, своей таинственностью. И мы в погоне за разгадкой каких-то вот именно образов на самом деле теряем суть. И вот в сегодняшнем отрывке очень интересно было бы, конечно же, посмотреть, что же это такое, как расшифровать вот эти образы коней, образы этого бесовского воинства, которое уничтожает третью часть людей. Но разгадывая именно этот символизм, мы рискуем упустить ту важную деталь, которая говорит, а зачем об этом упоминаются в данном тексте, в данном контексте. И вот на это мы должны прежде всего обращать внимание. Не на сами образы, хотя их тоже интересно расшифровывать, но на их назначение в структуре текста. Зачем они помещены именно таким образом? И что символически они обозначают именно в тексте, а не конкретный их собственный символ? Поэтому давайте посмотрим. Итак, шестой ангел, труба, шестая труба. Мы видим, что некий анонимный голос, идущий от стоящего пред Богом, говорит шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при Великой реке Ефрате». И освобождены были эти четыре ангелы. Говорится о точной дате этого освобождения, да, и некая количественная составляющая. То есть мы видим, что число конного войска было две тьмы тем. Одна тьма, да, это славянское на самом деле слово, которое означает десять тысяч. По-гречески это звучит знакомым для нас образом, это мириада. Соответственно, десять тысяч, что здесь есть? Тьма тем, это десять тысяч умножить на десять тысяч. Это сто миллионов получается. А здесь две тьмы тем, то есть двести миллионов. О чем идет и дальше? Что мы читаем? «Число конного войска было две тьмы тем», 16 стих, «и я слышал число их». Помните, что мы говорили про слышание? Что-то Иоанн слышит, что-то видит. И слышание, оно, скажем так, лишь некий образ того, что он увидит в конце, в дальнейшем. Он слышит об льве Иудином, но встречается, видит Агнца, да? Но суть остается та же. Назначение льва и Агнца, назначение льва было пророческое, да, в Ветхом Завете. Исполнение этого пророчества олицетворяет собой Агнец Божий, да, заклонный. Но в итоге этот лев побеждает, побеждает, но побеждает не то, как мы представляем себе эту победу, да, а именно через смерть Агнца, через добровольное пожертвование самим собой. Понимаете? Здесь то же самое. Он слышит, слышит об этом количестве войске, но видит он другое. Он видит нечто необозримое. И здесь важно понять, что речь идет не о каких-то исторических событиях, да, потому что есть разные толкования, что, дескать, это с востока парфянское войско за пределами Ефрата, потому что по Ефрату проходила граница Римской империи. И за ее пределами считалось какие-то несметные полчиши языческих варваров. Соответственно, исторически это считалось, что говорится именно о них. Но здесь 200 миллионов. Мы не можем сейчас представить себе такую армию. В те времена, подавно мы не можем представить себе такую армию. То есть это именно нечто духовное. И здесь говорится, слышал я вот это количество, так видел я в видении коней и на них всадников. Но видел он необозримое количество, то есть не говорится, сколько он видел, потому что такую армию невозможно охватить даже взглядом. Поэтому говорится о некой необъятности тех, кто будет вредить третьей части земли. И говорится о том, что будет повреждена третья часть от трех, так скажем, стихий, от трех язв, от огня, от дыма и серы, выходящего изо рта этого бесовского воинства. Ибо сила коней заключалась во рту, их и хвостах их, и хвосты их были подобны змеям, имели головы, и они ими вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих. Итак, нам важно понять, что речь в данном тексте идет не о христианах. Христианам все это не вредит. Третья часть людей, те, которые не поклонились Богу, не являются христианами и даже больше, совершают далее противное тому, что постулирует христианство и постулирует вообще церковь на протяжении всего своего существования. Потому что, смотрите, они поклоняются дальше своим идолам и стуканам, то есть это, скажем так, косвенный, скажем так, укор в сторону римского почитания царя как Бога. И далее, смотрите, что говорится, «И не раскаялись они в убийствах своих, в чародействах своих, в блудеянии, в своем воровстве своем». То есть египетские казни, а мы видим четкую параллель между египетскими казнями и вот этими друбами, египетские казни что сделали? Они не привели в уразумение ни фараона, ни египетский народ. И они не отказались от своих грехов. И здесь то же самое. Они не раскаялись ни в убийстве, ни в блудеянии, ни в воровстве. И все то, что мы читаем в Ветхом Завете в Декологе, то есть в десяти заповедях. Они не отказались от того, против чего выступала церковь, и продолжают, продолжают настаивать на своем, продолжают гнать в том числе христиан. Поэтому мы видим, как отображаются вот эти эсхатологические события, и мы видим ожесточение людей, которое происходило всегда. И будет происходить и происходит и по сей день, и сегодня против заповедей Божьих, против Церкви Христовой. Поэтому будем твердо стоять. Самое главное, мы должны устоять в этих заповедях и сохранить ту печать дара Духа Святого, которого положили на нас Святая Церковь в Таинстве Крещения каждому в свое время. Поэтому будем оставаться христианами, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страницы обращается к нам. Всем радости, Господи, и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я буду взяться в великолепие Твое, приемы и решение небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова